Этот человек до Атами, он самый крупный в Корее банк директором был, директором в банке, до сих пор сейчас номер первой в Корее банке директором в Киеве. И время идет, около 30 лет в банковской сфере работали, ему были уже 54-55 лет, уже 55 лет стукнули, думать начали о жизни. До этого уже начали хорошо заработать, почти 30 лет работали, семью обеспечили, квартиры хорошие купили, годовой доход 100-1000 долларов в год заработали, то есть это месяц, около 15000 долларов заработали. Все-все, хотели, все получилось. Он говорит, я хотел, мечта поставили для семью, я это все делал, но одну сторону моей души, какую-то пустоту я чувствовал. У меня мечта пропала, в жизни мечта пропала. Что я, зачем я живу? Что я должен делать? Семью я обеспечиваю, ну все понятно, я все-все делал, родители купили, все-все купили. Потом себе думать начали, когда ему уже 55 лет, да, уже пятерку, уже два пятерку поставили, и начали, а какая моя цель, свой? Жизненная цель, что? А что ты делаешь? И начали себе вопросы задавать, начали, и искать, начали, альтернативные варианты работать. И в 2010 году, уже в 2009 году сказали, ну кто-то знакомый, есть такие атомы, но он серьезно не думал. Но уже в 2010 году тот высшестоящий спонсор часто приходит, показывает, да, и начали это думать. Может быть здесь есть моя удача, о которой я думал. Очень похоже, да, мышление, я об этом думал. Последние пять лет об этом думал. Кто-то, вы знаете, да, я последние пять лет начали думать не только о деньгах. Куда идти, куда идти надо, чем надо заниматься, да? И кроме бизнеса, что-то я должен делать. Вот это мучение было. У него были то же самое. И один день, когда Атами познакомился, он подал отставку от директорской должности банка. Подал отставку. И начали продавать чурную пасту. Шопки. Его окружающие просто шопки были. У тебя что-то случилось? Даже балладельцы банка сказали, я твои заявления не буду подписывать. И хотел чуть-чуть попробовать, приходя обратно. Но его знакомые, все думали, что-то у него случилось. Такой престижной должности банка, корейный номер первой банки, бросил и начали торговаться. Это чурная паста, щетки, химохим, косметика. Все-все это его издеваться начали. Но он тогда чувствовал радостность. Почему? Это мое. Я банковский, наемный. Я не собственный банк. Но я для них работаю. Но это хотя бы чурная паста, но я продаю это. Я строю. Поэтому он сказал, мне очень радостно. Все многие сказали, ты сумасшедший, ты ненормальный. И какой-то час что-то случилось. И кризисный возраст. И так далее. Много сказали. Но он занимался. И дальше шли уже по ступеньке мастер-продажа. Бриллиантовый мастер. Шарон. Уже через три года стал мастером. Через четыре года стал роял мастером. А уже его заработок, через три года, больше, чем в банке стал. Где в банке, где он когда всю жизнь работал, почти тридцать лет работал в банке, да, доход. Атоми через три года обогнал уже. Тогда уже, которые его ругали, это его знакомые друзья, поняли это, почему он правильно выбрал. Почему он сказал, я понял маркетинг плане, множество на два. Выбирайте инструменты, да. Инструменты это что? Вы выбрали инструмент Атоми. Атоми? Это инструменты, обычные люди становятся богатые. Богатые люди еще богаче становятся. Вот это инструменты. Надо видеть. Если вы видите инструменты, решили заниматься, действуйте, сразу действуйте. Не надо много думать. Много думать. Его вступление, он многих раз говорит, я как банкир занимаюсь. А как вы, непростые люди, почему вы не занимаетесь? Это он очень часто говорит о его вступлении. А почему вы не занимаетесь? Он очень много говорит. Поэтому, если вы нашли инструменты, удачные инструменты Атоми нашли, сразу действуйте, начинайте работать. Вот это его секрет успеха, да. Почему это я добавлю? Некоторые сейчас в нашей структуре регистрировали два года назад. Два с половиной года назад регистрировали, да. До сих пор некоторые даже не мастер продажи. Стали мастер продажи и до сих пор идет. Уже годами идет. Первый год, второй год, третий год мастер продажи. Не действует. Действия нет. Ждет. Или либо кто-то должен за него работать. Поэтому действия нет, поэтому результат тоже нет. Это в том смысле, да. Выбрали инструмент Атоми, да. Начинайте. Сразу действуйте. Не надо думать долго. Сразу, как я, действуйте. Банк директора. Заявление написали от должности директора, да. В следующий день вышла на улице, все. Чудная паста торговаться начала. И он сказал, я сразу действовал. Потому что мне это понравилось. Вот. По душе понравилось, говорю. Вот. Там сидят, да, все уважают. Бюрократия, это хорошо. Но мне понравилось больше, чем это там сидеть. Вот таким вот. Действуйте сразу. Это его секрет. Почему он мне это сказал, эта фраза, да. Я до этого Атоми, я уже богатый стал. У меня, в принципе, это все уважали. Сотянный пост, да. Сотянный уровень, да. У меня все высший уровень были, Корея. Но. Если Атоми будете заниматься, да. Вы еще станете богаче, богаче становитесь. Поэтому. Надо заниматься Атомами. Моя встреча с Атоми, это похоже на чудо. Чудо. Почему? Каждый он благодарит. Как сегодня наша Наталья Кожина, да. Благодарный Бахангелия, Атоми благодарны, да. Его вступление тоже. Он говорит, много раз говорит. Ой, моя встреча. Он сказал, я когда первый раз встретил Бахангелия, он сказал это. Я деньги оплачиваю, предоплата. Всем производителям предоплаты. А я работаю в банке. Все, все, это, производители, да, заказчики, всегда платят мне в обре. Всегда острочка просит. Реализация просит. Я в Бахангелии встречу этого человека, я всегда плачу предоплатно. Я думаю, ты че, какой ты ненормальный? Это не бизнесмен, думаю. В течение 30 лет. Любой бизнесмен товар получили, тянет, тянет, тянет и потом чуть плачет, чуть оплачивает и так далее. А это Бахангелия для того, чтобы себе стоимость снизится, максимально снизится. Я предоплату оплачиваю за год или за два года. Вперед я оплачиваю. Вот это слова его убедили. Этот человек необычный человек. Почему? Самый минимизирует стоимость. Фьючерский, лондонский фьючер, да, оплачивают через два года. Допустим, это металл или какие-то сырье, да, которые дорогостоящие. Если мы сегодня оплачиваем, через два года эта стоимость, да, остается сегодня суммой. Серье всегда подорожает. Никогда серье обратно не идет. Поэтому некоторые тогда, сейчас не помню, какие-то товары оплачивали по Хангель два года вперед, чтобы минимизировать. Основные у нас, да, джурная паста, джурная паста, вот этот чубик, да, или как называется? Вот это сырье, он оплачивает два года вперед, чтобы минимизировать. Никакой в мировой рынок стоимость не влиялись. Поэтому наша цена три года назад одинаковая, два года назад одинаковая, сегодня тоже одинаковая. Цена все одинаковая, цена мы не меняем, правильно? Почему? Это чубик сырье оплатили два года вперед. Сейчас тоже оплачиваем еще два года вперед. У нас цена из-за этого фиксированная цена. В мире инфляция везде есть, а атома инфляции нет. Наши товары, да, в 2018 году цена, в 2019 году, в 2020 году, в 2021 году цена одинаковая. Вы чувствовали, да, все? Почему? Это Бахангил, его стратегия такая, чтобы минимизировать стоимость, нам надо оплатить вперед. С точки зрения банкира, и он это убедил. Это необычный человек, необычный менеджмент, управленческий. Тогда я этим буду заниматься. Вот. И за это он говорит, я, это похоже на чудо. Вот, это он говорит. Его секрет успеха второй, да, старайтесь, изо всех сил, кто это делает, самолет, да. Вот смотрите, самолет, когда летает, самолет, да. Мы уже очень часто это пользуемся, да. В взлетной полосе, да, самолет идет, потом летит. Когда идет, сгнать ему лет. Это не самолет, это машина. Да? Самолет должен лететь. Ну, не летит, значит, это машина. Что вот для того, чтобы лететь, вот это два километра, со всех силы, да, 300 километров в час, надо, скорость надо лететь. Если, 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 не, со всех силы не может, да, а это уже упадет. Это авиакатастрофа. Когда летит, уже, это мы называем самолет, да, то же самое. Когда начали работать, да, некоторые, не изо всех сил, некоторые потихоньку, говорят. И еще хуже, да, посмотрим, говорят. Это еще хуже, посмотрим. Посмотрим, это что? Базан, ты будешь зарабатывать, тогда я буду начинать эту работу. Когда ты зарабатываешь, покажи, я буду подумать. Вот это три слова, говорят, да, потихоньку посмотрим и подумаем, да, эти люди, минуя, дальше идите, эти люди не меняют. Старайтесь изо всех сил, как самолета, да, для того, чтобы лететь самолет, да, это когда летит, мы из-за этого говорим самолет. Если на земле стоит, это не самолет. Тоже, вы пришли, атоми, да, потихоньку идет, да, это не атоми работают. Из-за всех сил, кто летает, это атоми работают. Тот человек добьется. Если не может, почему, куда останется лучший потребитель? Не надо сказать, я такой бриллиантный мастер, я мастер продажи, не надо. Вы останетесь просто потребителем. Тогда лучше будет. Но и то, и то хочет. А я, мне надо мастерства, а еще надо заработать, показаться себе. Но из-за этого не получается. Если работать начали, да, изо всех сил. Три месяца, всего три месяца. Третье, продолжайте, активируйте систему. Эта система, многие, система игнорируется. Я знаю, я уже все изучал, я обучал, я проходил, все знаю. Поэтому люди, система не присоединяется. Поэтому продолжайте, активируйте систему. Система здесь что? Первое, для того, чтобы атомами работать, познакомитесь с продуктом. С продуктом, да, с себя лично надо познакомиться. Лично проходить испытание. Хемухим, если не попробовали, надо попробовать. Абсолютно не попробовали. Через себя попробовать. На 8, акропатчи тоже, да, попробуйте. Вы сразу чувствуете. Утром, когда просыпали, да, уже разница лицом, морщина, голубиня разница, видите. Почему я два дня попробовал, чувствовал? Утром встал, смотрю, это уже по-другому стало. Голубиня другой, голубиня. Вот таким образом, себе надо попробовать. Я тоже думал, ну что ты мужчина какой-то, акропатчи. Но я сам попробую, чтобы вам объяснить. Но попробовать, это хорошо. Поэтому попробовать, познакомиться с продуктами. Через себя. А то предлагайте. Если вам понравилось, предлагайте. Если не нравится, а то и не надо заниматься. Надо найти друг друга. Это правиль игры. Если не нравится, да, для того, чтобы заработать, кому-то обманывать. Ой, это хороший, давайте, кто-то будет, это круто. Это обман. Люди можно, один раз можно обмануть, да. Но главное, сам себе не можно обмануть. Мы не можем против совести работать. Невозможно. Постоянно кого-то обмануть. Это невозможно. Поэтому, лучше не заниматься. Атами не надо. Надо искать другую работу. Попробуйте, познакомиться с продуктом. Это первый шаг. Это первый шаг. Он говорит, это система. Обязательно надо попробовать. Почему вы думаете, почему у нас 300 и 700 тысяч пб, да. Почему? Не 300 тысяч, не полтора миллиона. Вы об этом думали? Почему? Потому что 700 тысяч пб, там полный набор товара есть. Каждый набор можно попробовать. И чуть-чуть кому-то подарить. Из-за этого 700 тысяч пб. Не полтора миллиона, не два с половиной миллиона, а 700 тысяч пб. А первый шаг, чтобы пощупали, для этого 300 тысяч рублей поставили. Не мастер-продать, не 300 тысяч, да, 700 тысяч. Этот шаг идет вот таким образом. Не просто такой, блин, заставили купить, нет. Попробуй себя. И учитесь. Учитесь. Постоянно надо учиться. Постоянно. Постоянно себя надо обновить. Это я в прошлом семинаре сказал. Саморазвитие. Наша работа, атомная работа, да, постоянно мы обновляем. Постоянно с кем-то общаемся, да, и постоянно с кем-то на связи. Для того, чтобы с ними хорошее отношение налаживается, мы думаем, как переговорить, что предложить, как лучше делать и так далее. Мы себя всегда обновляем. Саморазвитием мы постоянно занимаемся. Саморазвитием. Кто-то меня не заставляет, для того, чтобы я должен дальше идти, я себе развиваюсь. Это саморазвитие. Второй способ. Делитесь информацией. Когда вы попробовали товары, продукции, да, обучение прошли, лидерскую приехали, домой в свои регионы перегулись, да, надо, эта информация, надо делиться друг с другом. Девочки, давайте, я был в Москве, вот такой, на кой я получил информацию. Давайте, давайте, я вам расскажу. Если у вас есть партнера, вы тоже расскажите. Еще ваши партнеры новичками. И если все какие-то вопросы, к нам в центр приходите. Но если сюда пришли, да, столько написали, вернулись, никому не рассказывали. Вот, да, вы в сторону положили, все, забыли. Это плохо. Поэтому надо делиться, надо информацией. Полной информацией, свои ощущения, да, это все надо. Потому что эти люди, из них кто-то хочет работать. Если не хочет работать, еще дальше другими работаете. Еще дальше предлагаете. Вот. В России сейчас миллион человек регистрировали, а то, да, миллион. В России население 144 миллион. Но у вас к лету осталось 143 миллиона осталось. Очень много осталось. А как найти эти люди, да, ищите. Ваши знакомые, кто зубы чистит, кто голову моет, да, кто красить будет, это все ваши клиенты. Единственное, когда, когда вы рот закроете, ваш магазин закрыт. У нас голубальный интернет-магазин говорит, да, голубальный интернет-магазин. Это магазин, единственный случай, когда вы рот закроете, это магазин закрыт. Когда вы рот откроете, всегда магазин открыт. Все здесь. Ничего сложного нет. Ищите, кто джуб чистит, кто голову моет. Это везде есть. Повторяйте. Первое, второе. То есть это продукция, информация. Это надо повторять. Если заинтересованы в бизнесе, атоме, приглашайте семинар. Этот человек, как начали заниматься атомами, ни разу не пропустил атомами семинар. Хотя он болел, и несчастные случаи были семейные, все равно пришли. Поэтому он сказал, это просто полушутка, если вы с кем-то до семинара некого идете, который ваша бабушка, который лежит, спиня возьмите и приходите. Вот просто он полушуткой говорит. Семинары, если без семинара, да, без семинара. Здесь уже у нас онлайн есть, да, сейчас, и еще оффлайн есть. Но любой семинар участвует. В семинаре много информации вы не получаете. Но главное вы настрой идете. Чуть-чуть градус меняться начинается. Первый, один семинар, вот это три дня, да, в 22-й лидерской лове, вы столько, вы не можете получить. Столько изменений не произойдет. Но каждый раз, да, участвуете в семинаре, вы меняете, градусы меняете. Один градус, другой, третий, четверг, пятый градус. Надо общаться с партнерами, спонсорами. Вот. Для этого эта площадка – это семинар. Единственный человек, когда начали в атомной структуре, да, это самый богатый человек пришли. Среди остальных всех бедных были. Самые богатые банкиры пришли. Вы представьте, да, где-то 13 лет назад он уже заработал, да, месяцем доход был, это около 15 тысяч долларов. Это нормально же. Вот. А он это все бросил, один день уже предлагает тюбики, жирная паста, щепки предлагает, шампунь предлагает. И все его знакомые, богатые люди сказали, ты чё, ты какой-то ненормальный. И что случилось? Он это преодолел. Почему? Он банкир. Посчитал, если я работаю сейчас, да, 10 рублей работаю, а через 3 года, а мой доход уже больше, чем я, когда я 30 лет работаю. Больше будет. Посчитал, как говорят. Из-за этого он со всех силы занимался атомом. И у него получилось. Через 3 года уже больше, чем его заработок годовые, когда он в банке работал. Уже 4 года, а уже 300-350 тысяч долларов заработок. Субтитры сделал DimaTorzok